Смотрите, возьмите за правило, когда вы готовитесь и что-то там одеваете, переодеваете, пристегиваете, собаку нужно посадить. Команда сидеть и сами все делать, что вам там нужно, завязать, развязать, одеть. Вот чтобы она не рвалась одной рукой, а вы другой там что-то на себя натягивали. Приучите собаку, что вы имеете право на какое-то пространство временное, не знаю, территориальное, в котором вы работаете, собака просто ждет. Собаки на второй и четвертой тумбах выполняют обход. Собаки на первой и третьей должны наблюдать, отрабатывая выдержку. И вот Корги с первой тумбы не выдерживает и следует за движущейся группой. Хозяйка не готова и пропускает уход. При отработке выдержки необходимо внимательно следить за поведением именно своей собаки, не пропуская уходов и убеганий. Это убеждает щенка в том, что его вожак быстр и ловок. В центре хозяинца щенком овчарки занял неправильное положение. После просьбы изменить его, он обошел и встал с другой стороны от щенка. Такое поведение не характерно для вожака. Необходимо было обвести собаку вокруг себя. Очень часто хозяева недооценивают возможности своих собак. Все на тумбы. В данном случае щенок был положен на тумбу без всякой попытки самостоятельного прыжка. При таком поведении хозяев собака быстро понимает, что можно под видом беспомощности не работать и пользоваться этим. Нет, 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 ну вы что. Я понимаю, что собака маленькая, но все-таки это же Краснел. И вам нужно, да, вам нужно, чтобы он прыгнул. Или она. У вас мальчик или девочка? Девочка. Девочка, ну тем более. Девочки, они более, как это, внимательны к нуждам хозяев. Особенно вначале. Ой, Эль здесь сложнее всего, да, с ее стороны прям, что-то такое завелось новое, да, прям интересного. Так, давайте, давайте. Хозяйке предложено переделать упражнение, и собака достаточно легко прыгает на тумбу вполне самостоятельно. Вот, смотрите, у вас собака прекрасно прыгает. Вы уже не в курсе, что у вас же Краснел, я вам сообщаю об этом. Поэтому не надо ее все время брать и куда-то ставить. Она живая. Время, когда у вас были мягкие игрушки, прошло, у вас живая собака. Поэтому с ней нужно общаться соответственно. Перед этим щенком овчарки поставлена задача преодолеть горку. Щенок смело идет на препятствия, но не рассчитывает своих сил и падает после спуска. Хозяин находится далеко и не страхует движения щенка. Грубейшая ошибка, приводящая к недоверию командам вожака, которая в дальнейшем создает массу проблем в управлении. Хозяину разъяснена его ошибка и второй раз он проводит щенка аккуратно и внимательно.